Приветствую вас! У зло вашего текста отсутствует, наверное, самый главный момент, без которого невозможно сколько-нибудь адекватно дать вам ответ. И этот момент заключается в том, что неясна задача, неясна задача для психологов. То есть, как бы с работодателем, чтобы что? Вопрос, который вы задаёте. Чтобы что? Как бы с работодателем, чтобы что? Что в итоге? То есть, в итоге вы, ну, вы для себя в итоге чего хотите? Что вам для себя в итоге нужно? Решить проблему обработателя у вас, ну, скорее всего, не получится. То есть, именно, вот, решить проблемы работодателя. Потому что вы и сами сказали, что начальство такое у вас молодое, да, и хочет, ну, прибыли, вот. Это не всегда получается, не всегда есть такая возможность, вот. То есть, вы не сможете изменить, именно изменить своё начальство. У вас не получится это сделать. Вот. То есть, из чего вы хотите по итогу, что вам нужно по итогу. Дальше, значит, вы пишите, я работаю со сменным графиком, но моя напарница в работе возомнила себя боссом, и у нас не конфликт. Здесь мне хочется сказать вам следующее, что, говоря о том, что у вас с боссом, ой, с напарницей конфликт, говоря об этом, вы снимаете с себя ответственность, в том числе. Потому что конфликт с напарницей у вас возник в том числе, в том числе и по вашей, условно говоря, инициативе. То есть, это и ваша ответственность тоже. То есть, ваша ответственность в том, что этот конфликт возник в том числе. И на мой взгляд, не имея возможности изменить напарницу, не имея возможности поменять её, вы можете изменить себя и своё поведение, своё отношение к этой ситуации. Вы можете изменить все отношения, вы можете изменить своё поведение. Вы можете это сделать. Если, конечно, захотите. Потому что в конфликте участвует двое людей. Дальше, я подумываю сменить работу, но здесь неудобный график и начальство вроде мной довольным. Но, опять же, здесь вам нужно определиться именно с приоритетом. То есть, что важнее, удобное место работы или, соответственно, комфорт. Поставила на место напарницу, она злится и ЗЗП тоже, потому что мне надо больше, я других подменяю, а её нет из-за дурного характера. Но, опять же, такое ощущение, что вы, знаете, на работе строите отношения какие-то, да, с людьми, вместо того, чтобы просто работать. То есть, я, конечно, не знаю, я, конечно, не знаю, но мне думается, что, опять же, здесь нехватка, нехватка именно с приоритетом, да, то есть, что для вас важнее? Допустим, напарница, да, допустим, деньги, которые вы можете получить, получить, подменяешь, в том числе и её. Или, всё-таки, заработок и комфорт. Вот. Дальше, значит, как может напарница возомнить себя боссом, да, если это прямое нарушение иерархии? И почему этот вопрос, вопрос нарушения иерархии вы не адресовали к начальству и не решили этот вопрос начальством раз и навсегда? Ну, здесь опять загадка. Дальше. Так, значит, ну, по поводу конфликта, я уже сказал. Про работе она придирается по любому поводу, я раз не выдержал, а позвонил хозяйке и рассказал, а теперь напарница у меня выживает. Опять же, что вы рассказали хозяйке? Какая была, ну, какая была реакция хозяйки на это, что она сделала? Как вас выживает напарница? Да, не очень понятно. Дальше. У меня проблемы со здоровьем начались ещё сильнее и график с 9 до 20. Я не очень понял, что вы имеете ввиду, потому что вы буквально вот в начале написали, что вам график, ну, удобен, удобен. То есть вы написали, что график вам удобен. Ну, вы пишете так, что вам удобен график, что вас, как бы, в этом смысле, всё хорошо. вас, ну, устраивает, говорит, устраивает, что, в каком формате вы работаете. Вот. То есть тут, опять же, не совсем понятная история, да, не совсем понятный момент. Так вас устраивает графика работа или нет? То есть к чему вы написали про этот самый график, да? Дальше идём, значит, следующий момент, который я хотел бы до вас донести, заключается в том, что вы пишете про свои проблемы со здоровьем. Я не знаю, конечно, о каких именно проблемах со здоровьем вы говорите, вот. Вот. Но мне кажется, мне кажется, что как минимум, это нужно, ну, поисследовать. То есть поисследовать, что вы, значит, подразумеваете под проблемами со здоровьем. Вот. Там, потому что, если у вас они есть, то нужно исследовать их, не носят ли они, не носят ли, значит, ну, проблемы ваши, да? Психосоматический характер, вот. Мне кажется, это очень важная история, мне кажется, это очень важный момент. Вот. Мне так кажется. И, наверное, если у вас действительно имеет место быть психосоматика, то надо бы этот момент преследовать, возможно. Вот. Ну, в принципе, это то, что можно было бы вам сказать. То есть можно было бы вам здесь ответить именно в этом контексте. Дальше. Так, я ухожу позже, ей пофигу, надо, чтобы всё было чисто, правильно развешано, рассылки делали по WhatsApp, Instagram и соцсетях. Это то, что я работаю, а в другом девчата только торгуют и фото свои делают. Не очень понятно, что вы здесь имеете в виду, когда пишут, что я ухожу позже, ей пофигу. То есть, ну, тут просто не совсем понятно, что вы имеете в виду. Говоря, что вы уходите позже, да, то есть, ну, просто не очень здесь понятно, что вы хотите сказать. Вот. Возможно, вы тут, ну, тут есть мысль, вот, но просто не очень понятно вы ее написали. Начальство молодое, хотят прибыль, выручки маленькие, люди мало заходят, у них денег нет. Поэтому урезали ЗП и все недовольны, как обычно, начальство самоторгуют, но люди рады и всегда деньги есть. Никак, потому что начальству на это пофигу. Вот. Начальству не важно, что люди заходят и что у них денег нет. Начальству важна именно, ну, начальству важна именно выручка. Понимаете? И, в общем-то, это нормально, это естественно, это естественно, что начальству нужна выручка. Вот. И то, что вы говорите, значит, попытаться объяснить, какой мотив? Какой мотив, вот я серьезный, да, какой мотив людям вас понимать? Ну, в данном случае начальству, да? Это либо профессионалы, которые знают, как вести дела, как вести бизнес, да? Вот. Либо это профессионалы. Ну, либо, либо не, либо это не очень, такие и такие, не очень. Следующие не очень, знающие люди, ну, вот. Которые, ну, свой бизнес, скорее всего, потеряют. Вот. Просто-напросто. К сожалению. И всё. И всё. И с этим ничего не поделано. Поэтому, если вы видите, допустим, что человек какой-то, да, вас, к примеру, не слышит, не понимает, вот, то, ну, наверное, не стоит ему ничего пытаться доказать. Ибо никакого смысла в этом нет. И, в принципе, быть не может. Вот. То есть потеряете только деньги, потеряете только ресурсы, вот. Время, что тоже очень важно. Да? Ну, потому что одно из самого вот такого цельного, это именно деньги. Ой, время. Время. Вот. Время. Так что, мне кажется, здесь такой момент. То есть вы изначально заведомо ставите такую цель, которая нереализуема. по крайней мере, с точки зрения психологии, потому что для того, чтобы люди изменились, для того, чтобы люди поменяли. у нас сейчас нужно, нужна мотивация, а мотивация у нас сейчас, ну, мотивация сорвется недостаточно. Вот. Вот. Так. Так. Такой вот момент, на мой взгляд. То есть такой отмет я могу вам дать здесь. В целом, я думаю, что можно согласиться с ответом моего коллеги Кудрючева Игоря Леонидовича, ой, не Кудрючева Игоря Леонидовича, а Игоря Леонидовича, который сказал вам о том, что у вас есть проблемы с общением. То есть, как бы, есть вот, эээ, ну, есть конфликтничество определённое. Вот. Мне кажется, что вам нужно обратить на это внимание. Обратить внимание на то, что вы, вот, конфликтуете. Вот. И, соответственно, на этот момент нужно исследовать. На мой взгляд, опять же. Игорь Леонидович. Примерно. Такой ответ. Я думаю, вам можно дать, надеюсь, что это было полезным. Вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрушается.